Для спортсменов, тренеров и врачей вводятся штрафы за употребление допинга. Употребление допинга отныне поступок, не только пара чаще репутацию спортсмена, но и противозаконный. Введение административных штрафов за употребление запрещенных медпрепаратов предусмотрено федеральным законом, который президент России Владимир Путин подписал 1 мая. Его публикует российская газета. Наказание за допинг в Коап было и раньше, но только для тренеров и медработников, и только в виде дисквалификации. Фото, РИА Новости. Штрафы в размере от 30 до 50 тысяч рублей предусмотрены за умышленное использование или попытку использования запрещенных субстанций или методов. Песков рассказал о прорыве в истории с допингом. Еще более серьезные санкции штраф в размере от 40 до 80 тысяч рублей положены за распространение запрещенных субстанций. В законе оговаривается, что штраф будет грозить, если такое правонарушение не подпадает под действие Уголовного кодекса РФ. Употребление ряда препаратов, относящихся к допингу, в настоящее время подпадает под статью 234 Уголовного кодекса РФ. При этом новые штрафы грозят не только спортсменам, которые поделились допингом с партнерами по команде, но и тренерам, специалистам по спортивной медицине и иным работникам сферы физкультуры и спорта. Поправки вносятся в статью 6.18 Кодекса об административных правонарушениях нарушения установленных законодательством о физкультуре и спорте требования о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним. Глава Комитета Госдумы по гостроительству и законодательству Павел Крашенинников после принятия закона Нижней Палатой Парламента заявил, что склонение несовершеннолетнего к допингу не будет входить в Кодекс об административных правонарушениях, но останется в Уголовном кодексе. Минус. Путин. Россия должна стремиться к нулевому применению допинга. Принимая во внимание участившиеся случаи нарушений, в том числе спортсменами, антидопинговых правил, требуется ужесточение административной ответственности за данные нарушения, отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, когда он еще находился на рассмотрении в Госдуме. Авторы закона также рассказывали, что поправки понадобились в связи с ужесточением в 2015 году антидопинговых мер, предусмотренных Всемирным антидопинговым кодексом ВАДА. «Мы вводим административную ответственность за употребление допинга и надеемся, что это остановит спортсменов. Если это не будет иметь должного воздействия, то следующим шагом будет либо увеличение размера штрафа, либо введение уголовной ответственности, и такая практика существует во многих странах мира», – комментировал ранее документ один из его разработчиков, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев. Кстати, когда законопроект вносился в Госдуму, в нем также были прописаны санкции для спортсменов, тренеров и медиков за фальсификацию или попытку фальсификации элемента допинг-контроля. В окончательной редакции этого пункта нет. Спорт, спортивная жизнь, допинг, происшествие, правосудие, охрана, порядка, комментарии к документам.